здравствуйте уважаемые коллеги надеюсь слышно меня хорошо но давайте перейдем к нашему сегодняшнему вебинару когда вижу огонечки слышно все хорошо спасибо большое за реакцию но разрешите представиться те кто не знает меня я являюсь спикером портала директ академии так я педагог психолог давал дополнительного образования по работе с детьми с у вас по поводу файлов татьяна викторовна вам рассказала как скачать там есть два дополнительных буклета небольшой бонус от меня надеюсь он будет полезен для вас и интересен ну давайте перейдем к нашей сегодняшней теме это патриотическое воспитание в рамках реализации пост третьего поколения на всех этапах обучения а сегодня мы с вами поговорим о патриотическом воспитании начиная с детского сада да и заканчивая школьным обучением а мы сегодня поговорим что же такое патриотизм после чего мы поговорим с о задачах патриотического воспитания о том что же такое само патриотическое воспитание да о формах патриотического воспитания и в самом конце мы поговорим о плане патриотического воспитания для детей да что же должно быть включено в патриотическое воспитание с чего мы с вами начинаем да и какие Какие основные моменты мы должны учесть при формировании плана патриотического воспитания? Патриотизм это когда вы считаете, что это страна лучше всех остальных от того, что вы здесь родились. Патриотическое воспитание, подрастающее покорение, оно всегда являлось одной из важнейших задач нашего образования. Почему? Потому что детство и юность это самая благодатная пора для привития чувства любви к родине. Мы все с вами понимаем, что если на уровне дошкольного образования, если на уровне начального школьного образования мы с вами сформируем тот фундамент патриотизма определенный, то мы с вами понимаем, что дальше определенные устои, определенные традиции будут формировать уже намного проще. Под патриотическим воспитанием принято поднимать постепенное и неуклонное формирование у учащихся любви к своей родине. А патриотизм одна из важнейших черт всесторонней развитой личности. Мы не можем говорить о том, что личность идет к своему всестороннему развитию, если у нас западает патриотизм, если он у нас не развивается. У детей должно вырабатываться чувство гордости за свою родину, свой народ, уважение к его великим свершениям, достойным страницам прошлого. Мы все с вами понимаем, что историю нужно хранить, историю нужно помнить, историю нужно знать, хранить и помнить. Многое требуется от общеобразовательных учреждений и роль именно образования в этом плане невозможно переоценить. Если говорить о данном этапе развития общества, мы все с вами понимаем, что это необходимо, и патриотизм сейчас является одним из таких основных векторов развития и направления, которое должно развиваться и должно поддерживаться. Оно сейчас поддерживается и государством, а образование, естественно, выполняет функцию именно привития патриотических черт личности. Также в условиях многонациональности нашего государства в системе образования важное значение приобретает вопрос воспитания именно подрастающего поколения, как чувство уважения к другим народам, так и любви к родине. То есть патриотизм это у нас не только любовь к родине, но и уважение к другим народам. Если говорить о временных рамках, начиная с 90-х годов, 20-го века молодое поколение начинает контактировать с новыми социальными посредниками. Оно уже не приемляет прежних условий, ценностей, появляется новый социальный тип личности. И здесь опять же очень важно не упустить направление патриотизма. Если говорить, ну мы сейчас с вами говорим о патриотизме, давайте рассмотрим небольшое, я много не буду зачитывать определений, одно из определений, что же такое патриотизм. Патриотизм это нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные интересы. То есть при патриотизме мы свои интересы подчиняем интересам именно отечества. Патриотизм предполагает гордость достижением и культурой своей родины, достижение культуры. Когда мы этим гордимся, мы можем тогда говорить о патриотизме. Желание сохранять ее характер и культурные особенности и идентификации себя с другими членами нации. Стремление защищать интересы родины и своего народа. Исторический источник патриотизма веками и тысячелетиями это закрепленное существование обособленных государств, формировавшее привязанность к родной земле, к языку и традициям. Мы все с вами понимаем, что патриотизм предполагает привязанность к определенной земле, к географическому определенному положению, есть определенный язык и определенные традиции. Если говорить об условиях образования нации и образования национальных государств, патриотизм становится составной частью общественного сознания. И он отражает общенациональные моменты его развития. То есть в патриотизме скрываются общенациональные моменты развития именно народа. Патриотизм это любовь к родине, преданность своему отечеству, стремление служить его интересам и готовность вплоть до самопожертвования к его защите. Это определение Мальгина. На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая устойчивая характеристика человека. Она выражается в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. Если это личностный уровень, это устойчивая характеристика человека, его мировоззрение, нравственные идеалы и нормы поведения. Если говорим о макроуровне, патриотизм представляет собой значимую часть общественного сознания, проявляющуюся в коллективных настроениях, чувствах, оценках и отношениях к своему народу, его образу жизни, истории, культуре, государстве, системе основополагающих ценностей. Патриотизм, прошу прощения, вижу большой комментарий. Я его прочту, пока не буду отвлекаться на чат, чтобы не сбивать тематику. Обязательно, Галина, мы вернемся к вашему комментарию. На макроуровне он представляет собой значимую часть общественного сознания, проявляющуюся в коллективных настроениях, чувствах, оценках, отношениях к своему народу, образу жизни, культуре, государству. Также патриотизм проявляется в поступках и деятельности человека. А здесь тот момент, что если человек говорит, я патриот, говорить мы можем все, что угодно, но при этом он не проявляет свой патриотизм в подсобках, здесь мы не можем говорить, естественно, о патриотизме, прошу прощения. Зарождая из любви к своей малой родине, патриотические чувства, пройдя через ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной любви к своему отечеству. И патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные объекты. Мы все с вами понимаем, что патриотизм начинается, ну в первую очередь он начинается, естественно, с семьи. Если семья начинает закладывать патриотизм в ребенка, то дальше, опять же, как я уже говорила, на этот фундамент образовательной организации мы на уровне образовательной организации, нам уже проще наращивать наши патриотические навыки, качество, прошу прощения. Деятельная сторона патриотизма является определяющей, именно она способна преобразовать чувственное начало в конкретные для отечества и государства дела и поступки. Здесь патриотизм является нравственной основой, жизнеспособности государства и вступает в качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса развития общества. Мы все с вами понимаем, что если у народа определенной страны, определенной нации, не будет чувства патриотизма, они не будут патриотами, то, естественно, этой страны и не будет. Потому что если нет патриотизма в стране, то страна просто рассыпается. Патриотизм как социальное явление – это цементирующая основа существования и развития любых наций и государственности. А здесь, если мы с вами говорим о патриотизме, то там гармонично сочетаются национальные традиции народа с преданностью к служению отечества. А также патриотизм неразрывно связан с интернационализмом, он чужд национализму. Мы говорим о том, что патриотизм – это в первую очередь любовь к своей родине, но мы не говорим о том, что это ненависть к другому народу. Нет, ни в коем случае. Патриотизм – это толерантное отношение к другому народу. И, в первую очередь, это любовь к своей родине. Но и при этом это не негатив к другому народу. Это толерантное отношение к народу. Это веро-терпимость, это гуманистическая направленность именно в плане патриотизма. Если мы говорим о том, что нужен ли патриотизм, мы все с вами отлично понимаем, что, естественно, воспитание патриотизма необходимо. И недооценка патриотизма приводит к ослаблению социально-экономических, духовных, культурных основ развития общества и государства. И именно патриотизмом определяется приоритетность в общей системе воспитания граждан. Патриотическое воспитание является частью общего воспитательного процесса. И при этом, как я уже говорила, есть определенный план, есть определенная система по формированию высокого патриотического сознания, чувства верности к своему отечеству. Готовности к выполнению высокого патриотического сознания и именно готовности к выполнению своего гражданского долга и конституционных обязанностей. Именно по защите интересов Родине. Если мы с вами говорим о военно-патриотическом воспитании, оно характеризуется специфической направленностью, глубоким пониманием каждым гражданинам своей роли и места в служении отечеству, высокой личной ответственности за выполнение требований военной службы, убежденности и необходимости формирования необходимых качеств и навыков для выполнения своего долга. Это могут быть и вооруженные силы, и другие войска, и определенные служения именно в плане, в направлении военно-патриотическом. Патриотическое воспитание военнослужащих организуется и проводится в рамках единой системы воинского воспитания военнослужащих. Если говорить о цели патриотического воспитания на данном этапе развития общества, это развитие в российском обществе высокой социальной активности. Не значит, что патриотизм это вот только мы там идем служить и так далее. Нет, высокая социальная активность, отстаивание прав своего отечества – это тоже патриотизм. Ну, еще раз повторюсь, цель патриотического воспитания – развитие в российском обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становления граждан, обладающих позитивными ценностями и качественными, способных проявить их в созидательном процессе в интересах отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития. Как я уже сказала, да, что здесь у нас военно-патриотическое воспитание – это не обязательно служение, да, это высокая социальная активность и обеспечение важных интересов своего государства. Если мы с вами говорим по задачам патриотического воспитания, что же мы должны включить и как мы это, через что мы это делаем? Одна из задач патриотического воспитания – это формирование у детей системы знания своей родине, которая может быть представлена следующим образом. Это географические сведения и природоведческие сведения, то есть в рамках патриотизма ребенок должен знать географические особенности родного края, климата, природы и природу страны, должен знать, да, географические особенности родного края нашей малой родины, да, климата и природу страны. Также он должен знать сведения о жизни своего народа. Что у нас сюда включается? Сюда у нас включаются особенности быта, труда, культуры и традиций. Мы все с вами понимаем, что патриотизм, он у нас под собой имеет знания культуры, традиции и особенности быта и труда. Следующее это социальное сведение. Сюда у нас входят знания о достопримечательностях родного края, столицы, страны, знания названия страны, ее столицы, других городов и знания государственной символики. Также наши дети должны знать некоторые исторические сведения о жизни народа в разные исторические периоды. То есть мы все с вами понимаем, что наши дети должны знать историю на разном возрастном этапе. Я не буду сейчас перечислять, какой возрастной этап должен что узнавать. Но историю, естественно, мы все с вами понимаем, знать должны дети. Также должны знать о подвигах людей в ходу Великой Отечественной войны, знания исторических памятников города и улиц. Естественно, не всех, но выдающихся людей своего города дети знать должны. Следующий момент, следующая задача это воспитание у детей интереса к окружающему миру, эмоциональной отзывчивости на события общественной жизни. Это предполагает активацию эмоциональной сферы личности, воспитание таких чувств, как любовь к родным и близким, к родному городу, уважение к истории народа, восхищение произведением народного творчества и любви к природе. То есть здесь мы на эмоциональном уровне подпитываем наших детей и воспитываем уже на этих чувствах, на эмоциях, да, любовь через родных и близких, да, и потом дальше, дальше, это город, край, страна и так далее. Это мы делаем на народном творчестве. Следующая задача это включение детей в практическую деятельность по применению полученных знаний. Что у нас здесь? Здесь предполагает формирование у детей определенных навыков и умений. Допустим, умение отразить накопленные знания в игре, в художественной и трудовой деятельности, умение принять участие в общественно направленном труде, бережно относиться к природе, к результатам других и умение отразить знания в речи, общение со взрослыми и с верстниками. То есть здесь мы не только говорим о патриотическом воспитании, но и практически применяем это. Решая задачи патриотического воспитания, каждый педагог должен строить свою работу в соответствии с уместными условиями и особенностями детей. То есть в первую очередь мы смотрим на группу детей, мы смотрим на их особенности и при патриотизме мы формируем наши чувства, наш патриотизм на базе именно родного края, а потом идем дальше. Также существуют принципы патриотического воспитания. Первый принцип это позитивный центризм, здесь отбор знаний идет наиболее актуальным для ребенка данного возраста. То есть мы не даем знания школьнику, мы должны всегда учитывать возрастной диапазон. Также непрерывность и преемственность педагогического процесса. Не так, что мы провели одно патриотическое мероприятие, поставили себе галочку и решили, что мы молодцы. Нет, именно патриотическое воспитание должно быть включено полностью во всю деятельность ребенка, как в образовательном учреждении, так и в другом учреждении и в семье. Следующий принцип это дифференцированный подход к каждому ребенку. Все мы знаем, что у нас сейчас идет уклон на личностный подход. Здесь, естественно, мы это тоже учитываем. Следующее рациональное сочетание разных видов деятельности. Адекватный возраст, баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок. Это не значит, что у нас патриотическое воспитание, мы занимаемся физически, у нас двигательная нагрузка, упал отжался, и это на протяжении нескольких часов. Нет, естественно, мы меняем сферу деятельности и должен быть адекватный баланс по интеллектуальным, эмоциональным и двигательным нагрузкам. Также деятельностный подход, да, все это мы делаем в деятельности, чтобы это у нас все закрепилось намного лучше. И развивающий характер обучения, основанный на детской активности. Рассматривая патриотизм, необходимо остановиться на базовых и глубинных, ну, таких характеристиках. Какие же это характеристики и понятия? Это отечество, это родина. Здесь, возможно, триада. Общество, природа, культура вокруг человека. Это такая, как бы, схема и основные понятия, которые мы с вами должны рассмотреть. С одной стороны, в патриотизме присутствуют субъективные детские проекции и благодарности детей по отношению к родителям, да. Также уважение детьми родителей, признание авторитета отца, признание авторитета своих родителей. А также возможность детей получить физическую защиту, моральную поддержку в трудное время. А также возможность детей получить тепло, ласку, возможность быть принятым. Именно на этих проекциях мы с вами можем строить патриотизм. Если говорить о содержательно-патриотических чувствах, что же они делают? Они выражают субъективную значимость идентификации личностью себя с определенной страной, народом, культурой, природом на основе... Прошу прощения, Оксана Валерьевна, но у нас патриотическое воспитание в рамках ВГОС не только по детям УВЗ. У нас идет общее, поэтому мы говорим с вами об общем. Прошу прощения, вернусь к содержательно-патриотическим чувствам. Здесь у нас включают эмоционально окрашенные представления. Это образы политических, этнокультурных, пейзажных явлений и каких-либо своих действий по отношению к Отечеству. А также проявляются в переживаниях, которые ориентируют субъекты на действия, приносящие благо к Отечеству. И выступают регуляторами конкретных действий в жизнедеятельности личности. Мы здесь все с вами понимаем, что патриотизм является тоже таким как бы корректором по отношению к поведению детей. Он тоже является таким воспитательным моментом. Сущность воспитания патриотических чувств состоит в эмоциональном стимулировании переживаний субъектом отношений к родной стране. Среди прочих весьма эффективных средств воспитания особо адекватна эта символика. О ней мы тоже сегодня сейчас с вами поговорим. Скорее всего основанием для этого убеждения является такая формула, что любят не за что-то, а вопреки всему. В воспитании патриотических чувств достаточно много субъективного. И могут использоваться следующие группы символов. Также при помощи чего мы с вами можем воспитывать наш патриотизм. Первое, это словесное. Мы все с вами знаем, когда проводим какие-либо мероприятия, да, что мы с вами можем использовать для того, чтобы развивать наш патриотизм, развивать и прививать. Словесное, это девиз, название, имя. То есть, когда группа имеет свой девиз, название, имя, то она уже является не разрозненной, да, а определенным таким, определенно сформировавшейся уже группой. Следующее предметное, это знание, форма и нагрудный знак. Действенное, это определенные ритуалы. Музыкальное, это мелодии или сигналы. И изобразительное, это рисунки. Все это мы можем с вами использовать при подготовке патриотических мероприятий для детей. Процесс воспитания патриотических чувств должен строиться как педагогическое стимулирование. И здесь успешность патриотических чувств символики зависит от особого свойства содержания формы символов, возможности образовывать какие-либо ассоциации, связи, да, потому что, если, допустим, мы видим какой-то символ, и он у нас не вызывает никаких ассоциаций и связи, то, естественно, он нам ничего не даст. И специфического порядка предъявления символов. Это сочетание и чередование прямых и посредованных, индивидуальных и общественных, организованных и стихийных определенных воздействий. Это может интерпретироваться в соответствии с определенными работами. Также давайте рассмотрим с вами форму патриотического воспитания. Как это можем с вами делать, а потом рассмотрим сам план нашего патриотического воспитания. Патриотическое воспитание – это, как я уже говорила, да, целенаправленный процесс педагогического воздействия на личность. И концепция патриотического воспитания, в концепции патриотического воспитания граждан подчеркивается необходимость организации в школьном учреждении определенной специальной работы и с учетом возрастных особенностей национальной культуры и традиций народа. Здесь в понятие патриотизма входит несколько блоков. Первый – это когнитивный, это знание представления, также эмоциональный – это чувства. И поведенческий – это умения, навыки и компоненты, которые реализуются в сфере социума и природы. Если мы с вами говорим о когнитивном компоненте, что же это такое, да, он обеспечивает содержание работы по патриотическому воспитанию, то есть то, что мы включаем в наше патриотическое воспитание. Поведенческий – это выполняет диагностическую функцию, да, то, как у нас ребенок принял или не принял те знания. И эмоциональный компонент – это является ведущим в детском возрасте, да. У нас, мы все с вами понимаем, что чем эмоциональнее будет подача информации, тем лучше она усвоится. Знания только тогда оказывают влияние на нравственное развитие ребенка, когда они окрашены чувствами и переживаниями. Особенностью проявления патриотизма является то, что нравственный опыт ограничен рамками той практической деятельности, в которую включен ребенок. В школьном возрасте, да, только начинается формирование воли, нравственных идеалов, и эти моменты тоже очень важны для патриотического воспитания. Но давайте перейдем непосредственно к самому плану патриотического воспитания. Развитие общества, как я уже говорила, да, его благополучие, процветание зависит от цели и содержания воспитания. У нас одним из важнейших моментов институтов является наше патриотическое воспитание, да, и одним из основных моментов, кто же занимается патриотическим воспитанием, является наши образовательные организации. Могут приняться цели, содержание, методы воспитания, но сам процесс, он всегда присутствовал в деятельности учебно-воспитательных учреждений различного типа, всегда он был в образовании. И от этого никуда, да, отсутствие же или недостаточная работа с детьми препятствует социализации молодых людей в формировании нравственных и политически грамотных граждан. А если в каком-то месте наш патриотизм западает, да, как я уже сказала, мы не можем говорить о целостном развитии всей личности. Если говорить об учреждениях общего среднего образования, то здесь патриотическое воспитание является одним из направлений духовно-нравственного формирования гражданских качеств личности. И здесь у нас формируются установки, идеи служения Отечеству, защиты и так далее. То есть на уровне дошкольного образования мы говорим о том, что мы закладываем просто определенный фундамент, да, и уже на этот фундамент у нас общее образовательное учреждение, наша школа, да, накладывает другие элементы патриотического воспитания. Важным критерием эффективности гражданско-патриотического воспитания, как показывает практика, да, является личностный рост каждого ребенка, подростка, молодого человека и уже взрослого. А показателями успешности воспитательной деятельности является активность воспитанников, самодисциплина, достоинство и стремление к самосовершенствованию, развитое чувство собственного достоинства, наличие совокупности моральных качеств, осознание и объективная самооценка ребенка в своего «я» как гражданина, патриота и человека. В программных документах, которые определяют развитие национальной системы образования, да, в наших ВОЗах, мы все с вами понимаем, что предполагается создание эффективной системы патриотического гражданского духовно-народственного воспитания. О патриотическом воспитании говорится во ВОЗ третьего покорения, да, что оно должно осуществляться как в процессе обучения, так и во внеурочной, вне классной деятельности, поскольку этот процесс предполагает широкое использование возможностей учебных дисциплин и включение детей в разнообразные виды деятельности, как в школе, так и в детском саду. Давайте посмотрим, да, какие же компоненты у нас есть в нашем плане. Компоненты плана патриотического воспитания, мы сейчас их с вами тоже рассмотрим. Первый компонент – это культура патриотический, я сейчас перечислю, а потом мы с вами их конкретно рассмотрим и рассмотрим, через что мы их можем с вами реализовывать. А второй – это гражданско-патриотический, третий – это спортивно-патриотический и четвертый – это военно-патриотический. Учитель или же воспитатель, педагог, да, сотрудник образовательной организации, как правило, разрабатывает план патриотического воспитания на учебный год. Естественно, он может меняться, но основу, да, он разрабатывает у нас на учебный год. Давайте рассмотрим первый блок – это культурно-патриотическое воспитание. Центром культурно-патриотического воспитания может стать музей, литературная или музыкальная гостиная, клуб по интересам. Например, дом-музей это тоже может быть. И как же это может реализовываться? Мы должны в этом плане прививать духовные и культурные ценности, национальные традиции. Также прививается любовь и интерес к языку, культуре страны, региону города. А как же, через что мы это с вами можем делать? Это могут быть экскурсии по родному краю, посещение выставок музеев, кружки художественного декоративно-прикладного творчества, конкурсы художественной самодеятельности, встречи с деятелями искусства и культуры, а также тематические воспитательные часы и вечера. Но нельзя ограничиваться только культурой и искусством своей страны. Необходимо показать ее место среди мировой культуры. Как я уже говорила, патриотизм – это не только любовь к своей родине, но и знание, и принятие норм и традиций другой культуры. Привитие интереса к родному языку и культуре можно осуществляться при помощи следующих моментов. Это стен газеты, посвященная своему родному краю, экскурсии по интересным местам области, связанные с именами деятелям, допустим, литературы, искусства или выдающихся людей. Также экскурсии в музеи, посещение выставок, павильонов, туристические поездки по историческим местам, написание сочинений. Также кружки художественного и декоративно-прикладного творчества. Если эти кружки будут основаны на художественном и декоративно-прикладном творчестве родного края, это будет еще большим плюсом. А также это могут быть различные конкурсы. Это чтецов, самодеятельности, театральных студий и кружков. Следующий момент, что же мы с вами должны включить, это блок гражданско-патриотического воспитания. И что сюда мы должны с вами включить. Изучение основных положений конституции на фоне исторического развития промышленности, сельского хозяйства, науки и культуры. А также знакомство с вопросами государственной и общественной жизни страны. Если говорим с вами о гражданско-патриотическом воспитании молодежи, здесь формируют не просто законы прослушного гражданина и человека, осознанного и активного, исполняющего свой долг. Оно предполагает привить уважение к государственной символике, героическому и историческому прошлому, культуре своего народа, любви к родному языку, красотам родной природы. А также сюда у нас с вами включается и экологическое воспитание. И все это способствует единению всех граждан определенной области. Также мы с вами говорим, что основная часть – это у нас наша урочная работа или работа в группах, если это дошкольное образовательное учреждение. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию прежде всего проводится на уроках общественных дисциплин. Это русский язык, литература, физическая культура. Также на уроках общественных дисциплин мы изучаем конституцию, ее основные моменты. Создается условие для демократии и гражданского согласия. Здесь создается условие для свободного и достойного развития личности. В каком плане, в каких направлениях мы должны с вами вести работу? Это изучение конституции, могут быть циклы лекции, развивающие политическое самосознание учащихся, работа, лектория, ребенок и закон, подросток и закон. Здесь мы должны показать основные моменты, которые могут затронуть детей или подростков в плане закона. Также можно организовывать встречи с работниками правоохранительных органов, работы кружков и конкурс творческих работ. Также можно проводить беседы, умеешь ли ты общаться, учить быть современным и нравственным, различные диспуты. Все это мы тоже с вами подключаем. Следующий момент – это ученическое самоуправление. Это когда у нас дети, естественно, постарше. Здесь очень важный момент. Мы должны работать с советом школы и советом родителей. Что нам это дает? Самоуправление формирует и детские качества, устойчивое сознание отношения к коллективу, выполнение своих обязанностей по отношению к другим членам коллектива. Здесь героико-патриотическое воспитание – это воспитание любви к своей родине, уважение вооруженных сил, уважение защитников отечества и на основе героического прошлого своего народа. Мы не забываем наше прошлое. Если говорить о работе, то что же мы делаем? Это организация походов по экскурсисе с целью знакомства с музеями, проведение тематических выставок, подготовка и проведение конференций. Здесь определенные уроки истории, встречи с ветеранами войны и труда. Если это школа и в школе есть выпускники, бывшие учителя школы, это тоже может быть большим плюсом. Работа в направлении ученического самоуправления может включать следующее направление. Работа отряда, оказывающая помощь ветеранам труда или ветеранам Великой Отечественной войны, а также работа поискового отряда. Здесь не обязательно искать заброшенные захоронения. Здесь могут быть поиски исторических сведений о родном крае, восстановление каких-либо исторических сведений, а также составление истории родного города, родной деревни, написание сочинений, рефератов. Здесь может быть составление фотодокумента, летописи. Все это будет поисковый отряд. Это не обязательно, что дети должны выезжать на места боев. И здесь не обязательно, что такие, по крайней мере, в нашем городе организуются вахты памяти. Это не обязательно именно участие в этих вахтах памяти. Это может быть именно исторические сведения, работа с архивами и так далее. Также это могут быть проведения встреч с ветеранами и их родственниками, или же уроки мужества. Также это может быть проведение тематических вечеров, выставок, конкурсов, стихов, песен, туристических подходов, допустим, велопоходов, повесть там боевой славы. Если есть возможность организации с родителями каких-то автопробегов, это тоже может быть большим плюсом. Также работа по содержанию в возлежащем виде мест захоронения, может называться помоги памятником или такого направления. Различные викторины, олимпиады, конкурсы, научные конференции. То, что можно использовать на уроках или в предметных неделях. Также целесообразно проведение таких интегрированных уроков на занятиях всемирной истории, литературы. Они могут быть объединены в теме. То есть объединяются два учителя, берется одна тема и проводится эта тема через два или три урока. Следующий блок – это у нас спортивно-патриотическое направление. Оно включает в себя участие в городских, районных, областных соревнованиях, проведении определенных школьных соревнований в течение года. Также в школе нужно проводить спортивные мероприятия, которые у нас подключают и семью. Не так, что у нас наше образовательное учреждение начинает работу с ребенком, а семья у нас там на заднем плане. Нет, такого быть не должно. И здесь мы должны включать семью. И работать именно с семьей. Вначале эта работа может осуществляться на уроках, а потом мы с вами можем уже переходить в кружковую деятельность, что тоже очень интересно. Если мы с вами сможем привить именно любовь к родине на уроках, то уже будет намного проще на этот фундамент нанизывать другие моменты нашего патриотизма. Воспитать патриота своей родиной, мы все с вами понимаем, что это ответственная и сложная задача, решение которой образование только начинается. Но если эта работа будет планомерной, если эта работа будет систематической и с использованием разнообразных средств воспитания, общие усилия образовательного учреждения, образовательного учреждения, семьи, ответственные взрослых за свои слова-поступки могут дать положительные результаты и стать основой для дальнейшего развития личности и для дальнейшей работы по патриотическому воспитанию. Но не следует, допустим, от детей ждать взрослых форм проявления любви к родине. Они будут ее любить на том уровне, как они это могут делать. Но наша главная с вами задача, да, сформировать именно тот фундамент, ту основу для дальнейшего развития патриотического воспитания. Я хотела бы с вами, ну, уже вот сейчас будем завершать, я вижу там вопросы, которые тоже нужно объяснить. Я хотела бы поделиться таким сайтом, очень интересный сайт, очень полезный, не смогла закрепить ссылку нормально, не знаю, почему не скопировалась. Сайт называется «Живая история», вот вверху он выглядит вот таким вот образом. Приглашаю посмотреть этот сайт. Это платформа, на которой есть и онлайн-курсы, да, и методичка. Там, почему я не давала сегодня прям конкретно сценарии, да, каких-то мероприятий, там есть методички, прям вот вы заходите, и сценарии мероприятий, которые вы можете использовать, они в свободном доступе, посмотрите, очень интересный проект, он называется «Живая история». Также там есть определенные конкурсы, да, поэтому приглашаю посмотреть, очень интересно. Ну, давайте перейду, вот я вижу большое сообщение, и мы посмотрим, я их прокомментирую. Галина, да, я согласна с вами, я говорила, что первой ступенькой формирования патриотизма является, естественно, семья. Но если на уровне семьи будет проводиться работа, а на уровне школы мы не будем проводить ничего, согласитесь со мной, тогда у нас патриотизм будет формироваться намного дольше. Я не говорю о том, что этим занимается только школа. Если вы внимательно слушали, вы, наверное, слышали о том, что я говорила, что первая ступенька – это, естественно, семья, да. Без этого никуда. Так, да, Татьяна, согласна с вами, на сегодняшний день, да, именно патриотизму необходимо уделять большое внимание. Так, Лариса говорит о том, что многие дети не знают гимна. Да, но даже патриотическое воспитание, как вы говорите, должно начинаться в детском саду, я говорила о том, что оно должно начинаться еще в семье, да, и потом уже от детского сада, да, детский сад является как бы такой второй ступенькой. Первая ступенька – это у нас семья. Да, Галина, я согласна с вами. Так, Оксана Валерьевна, очень приятно, что детки, даже дошкольники знают и подпевают гимн. Это действительно большая заслуга педагога, и это очень большой плюс, как бы замечательно. Так, ну, насколько я вижу, вопросов нет. Спасибо большое за комментарии. Да, очень важно знать и свой язык. К сожалению, в то прошлое время, да, несколько лет назад, патриотизм не был на таком, ну, как бы целенаправленном моменте, да. Также здесь необходимо, как я уже сказала, да, идти и развивать это все из семьи. Это тоже большой плюс. Я надеюсь, та информация, которую я вам дала, да, она такая как бы краткая. Естественно, о патриотизме мы можем говорить не один час. Хотелось поместить в этот час всю основную информацию. И опять же, еще раз рекомендую вам посмотреть сайт гражданской патриотической платформы. Там очень много полезной информации. Надеюсь, то, что я вам сегодня дала кратко, вам тоже будет полезно. Спасибо большое за вашу включенность, за вашу активность. Очень приятно работать. Также, пока не закончился вебинар, скачивайте и презентацию, и дополнительный материал. Надеюсь, он вам тоже будет полезен. Ну, большое спасибо вам за обратную связь и включенность. На сегодня у меня все. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok